Мы переходим к следующей, а в нашей короткой теме сегодняшней, а именно к объяснению того, что такое формула Эйлера для нахождения этого самого лучшего силы. Итак, я сейчас должен вам рассказать, что такое АПП по Эйлеру. Сразу признаешь, что Эйлеру будет заформлено. Оказывается, если вы хотите найти символ Эйлера, то достаточно возвести число А в степень ПМ1 по ПП. Доказывать мы это опять будем, разбираясь в случае вычет, не вычет, не вычет. Но проще всего. Если А это 0, если А делится на 1, тогда понятное дело, что АПП 0 и А в степени П-1 с половиной дает остаток 0, потому что А делится на 2, значит любая степень тоже делится. И все хорошо. Следующий случай. Представьте себе, что АПП это единичка. Ну, что это означает? Это означает, что существует такое целое число Х, что А это Х квадрат. Ну, замечательно. Давайте в таком случае будем возводить А в степени П-1 по ПП. Это будет Х квадрат в степени П-1 по ПП. То есть это будет Х в П-1 степени. Ну, господа, вообще-то это называется малая теорема Ферма. Это называется малая теорема Ферма. Тут я доказывать я сейчас не буду. Во-первых, на одной из предприятий я это делал, а во-вторых, просто на интернете вымерти. Ну, в общем, просто это сейчас будет совсем неуместно. Я это действительно один раз уже делал по малой теореме Ферма. Х по минус первой степени это единица. Обратите внимание, а единица это у нас... Отлично. Отлично. А вот теперь последний случай. Представьте себе, что АПП это минус единица. Опять проблема. Что делать? Потому что вот это вот утверждение, что не бывает такого Х, оно достаточно непонятное. Представляете, что-то не бывает. Ну, что же это дело не бывает? Вот. Но! Заметьте следующую штуку. Вот число А в степени П-1 пополам обладает следующим замечательным качеством. Давайте я это еще обозначаю. А в степени П-1 пополам обозначено ку-бе. Вот это самое число В обладает замечательным качеством. В квадрате это А в степени П-1. То есть, это единица. Потому что по малой теореме Ферма, по минус первой степени любого не теряющегося на п числа это единица. Значит, В в квадрате это единица. Отлично. Значит, В квадрат минус 1 делится на В. То есть, В минус 1 умножить на В плюс 1 делится на В. Что это по-человечески означает? Либо В минус 1 делится, то есть, В сравнимо с единицей. Либо у нас В плюс 1 делится, то есть, В сравнимо с минус единицей. Ребята, есть два варианта. Либо быть плюс единицей, либо быть минус единицей. Обратите внимание, сколько существует вычетов. Я это уже и сегодня говорил. Вычетов существует ровно В-1 пополам. Вычетов по модулю В квадратичных вычетов. Итак, квадратичных вычетов В минус 1 пополам штука. Для каждого из них мы в качестве значения вот этого выражения получаем единицу. Понимаете? Если возводим квадратичный вычет в такую степень, то получается у нас единица. Секундочку. Но вообще-то вас учили. Квадратное уравнение не может иметь больше двух корней. Согласны? Уравнение третьей степени не может иметь более трех корней. Отлично. А уравнение В-1 разделить на 2 не может иметь более... Нет. Чего себе одного? Я вам уже вот столько нашел. Все вычеты – это его корни. Итак, рассматривая такое уравнение. А в степени В-1 пополам минус 1 делится на В. То есть сравним с тремя по моду и В. Вот рассматривая такой многочлен. Я у него нашел корни. В количестве В-1 пополам штука. Количество корней ровно такое же, как в его степени. Значит, все другие удовлетворяют сравнению с минус-минусом. Я на всякий случай напомню, как объясняют, почему у него члена не может быть корней больше, чем у него степени. Дело в том, что есть так называемая теорема безума. Как она звучит? Если у нас есть многочлен, у которого есть корень, то наш многочлен делится на х-минус этот самый корень. Вспомнили? Вот теорема безума называется. Если у А корень многочлена, то многочлен делится на х-минус А. Соответственно, для каждого из вычетов вы применяете эту теорему безум и получаете... Так, кстати, для тех, кто боится еще всего, что здесь происходит, давайте я дам такое упражнение. Что будет, если рассмотреть такое произведение? х-1, если умножить на х-3, х-4, х-9, х-10, х-12. Скажите, пожалуйста, если мы перемножим скобки, то после расстретия скобок что получится? х-6. х-6, молодец. Минус х-5. Не, Лена? Нет. Минус 1. Потому что 13 минус 1 пополам, это 6. Это есть в точности квадратичные вычеты. Это есть в точности квадратичные вычеты. А значит, получится то, о чем я и говорил. Так, ну хорошо, значит, с первого раза не ответили. Второй заход. Если умножать х-2 на х-5, так, что-то здесь еще нет, х-6, х-7, х-8, и на х-11. Тогда что получится? х-6 плюс 1. Совершенно верно. Х-6 плюс 1. Х-6 плюс 1. Ребят, ну, в общем, можно я сейчас это не буду делать? Вот. Ну, кстати, у кого компьютер, есть всякие математические программы, которые легко это предмножают. Собственно говоря, не взять, не даже самому делаю, спустить, он вам перемножит, а вы убедитесь, что... Понятно, да? Что? Понятно? Вот. Это действительно так. Кстати, без шуток не знаю, если кто-то из вас хоть немножко умеет программировать, может быть, имеет смысл в этих местах описать программу. Дело в том, что там вся программа, это, собственно говоря, цикл, который... Дело в том, что это пока... Я считаю, мне интересны все эти числовые там, побольше, поменьше. А в пределах первой тысячи, а если честно, даже в пределах там 10 тысяч, компьютер, просто не успеваешь посмотреть, как он уже все посчитал. Причем тут полным перебором посчитал. Так что программу здесь взять очень легко, и, может быть, тем из вас, кто не сильно поверит в то, о чем я говорю, имеет смысл несколько респактов, которые я сегодня буду объяснять. Просто действительно взять, написать программу, это занимает буквально несколько минут, а удовольствие получите. Итак, по теореме безу, значит, больше корней, чем p-1 пополам, такой многочленный не имеет права. А поскольку любой вычет ненулевой является корнем многочленного а в п-1 и минус 1, который состоит из двух нотелей, а в п-1 и минус 1 умножить на а в п-1 то, соответственно, все не вычеты это корни вот этого многочленного. То есть, не вычеты обладают тем свойством, что когда возводят степь в п-1 пополам, то получается минус единица, по-моему, это называется критерий Эйлера, соответственно, вот эта формула называется формула Эйлера. Отлично.